У меня по всему району городские власти наделали карманов. Естественно, это было сделано вместо широких тротуаров, газонов и прочих вещей. И я подумал, что это хороший способ напомнить, что предприимчивый дурак хуже вредителей. В транспорте это работает лучше всего. Потому что, вот видите, за мной был широкий тротуар, который достался от советского наследия. И его просто съели карманом для машин. Вы можете несправедливо заметить, что, ну ведь машины уже есть, а куда их девать-то? И тут мы приходим уже к следующему вопросу, что вообще вопрос парковки не должен волновать город. Должен быть какой-то минимум мест, но как бы куда вы будете девать свое имущество, это не так важно. Город может регулировать ценой, если какое-то место забито, а соседний квартал пустой, то в соседнем квартале цена должна быть ниже за парковку, чем вот в перегруженном. Это все знают, но также вот практикуется подход, когда уличная парковка стоит дорого. То есть уличная парковка должна быть гостевой, только для тех, кто заехал в магазин словно на час. А для жителей, для каких-то долгих парковок, все-таки должна быть инфраструктура уже подземных паркингов, или там внутри кварталов, надземных и так далее. И то есть как город поступает? Он делает высокую цену уличной парковки и тем самым создает спрос на большие паркинги. То есть люди начинают им пользоваться, это становится интересным бизнесу, и машины уходят с улицы в эти самые парковки. В итоге всем хорошо, и такая политика, например, практикуется сейчас в Лейпциге. Наверное, нет ни одного российского города, который бы не проходил стадию уничтожения газонов и тротуаров ради парковочных мест. Это кажется логичным, что, ну вот смотрите, у нас есть место, давайте мы закатаем в асфальт и сделаем дополнительные парковочные места. Всем же будет хорошо. Но это очень такая вредная и ошибочная логика, потому что если у вас, в принципе, на улице есть парковка, и она постоянно заполняется в стокформа, то вам не помогут. Вам нужно переходить от попыток удовлетворить спрос на бесплатную парковку, который примерно вечен, к контролю и управлению этим спросом. То есть если у вас на улице уже есть карманы, но они постоянно заняты, то нужно вводить в платную парковку и контролировать оборачиваемость, чтобы одно парковочное место не было занято постоянно одной машиной, например. И да, только за счет этого получится создать удобные условия и, как ни странно, обеспечить свободные места. Потому что чем больше парковку будете делать, тем больше машин будет появляться. Это, в принципе, работающее правило, которое было доказано во всем мире еще в прошлом веке. Если же вы делаете парковочные карманы вместо широких удобных тротуаров, то, как ни странно, страдают пешеходы или велосипедисты. Потому что у них отнимают место, и, знаете, у всех, наверное, был такой третий друг, которому не хватает места, ему приходится вот сжиматься. Если же вы делаете карманы вместо газонов, то у вас никуда не уходит вода. И повышается нагрузка на ливневую канализацию, и, как ни странно, страдает жилищно-коммунальная хозяйство города. Случаи карманов в моем районе это еще и довольно интересные факты, довольно показательные, я бы даже сказал. Как просто при разработке транспортных схем люди, в принципе, не думают, что они делают. То есть, банальный пример, вот есть парковочные места за моей спиной, их довольно много, то есть на той стороне дома, они там, эти места были давно, но вот на этой стороне места все новые, и, знаете, к ним нет пешеходного перехода, и я сюда перебежал. То есть, люди пытаются озаботиться, где же люди будут оставлять машины, но при этом вот подумать чуть дальше и озаботиться, как бы, а как люди будут попадать, уже сложно. Уже, знаете, это выше наших, видимо, возможностей. И, к сожалению, вот подобная ситуация, она не нова, и это просто показатель того, что в городе отсутствует единая транспортная политика и понимание, в принципе, что делать с транспортом. Ну и, конечно же, это лишнее закапывание денег, потому что оборудование парковочного кармана стоит довольно-таки дорого. Это еще нужно все обслуживать, и вместо газона, который у нас впитывал воду, давал кислород и просто был довольно приятный, мы получаем кусок земли под асфальтом, который нужно убирать, содержать. И непонятно, собственно, зачем это было сделано. Очень такое популистское решение, но, к сожалению, чаще всего все управления городом строятся именно на популизме, а не на каких-то проверенных и понятных принципах. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok